Всем доброго утра, сейчас у нас 7 часов, Сержунечка уже покосил газон, гуляет тут с Женевкой. Вот, тут уже газон покосил, и тут все покосил, и тут все покосил, короче, Сержунечка уже рано, наверное, проснулся, я этого даже не слышала, и тут покосил, в общем. Женевка тут гуляет уже, Гришка, проснулся, сынок, доброе утро. У меня. Ребята сейчас смотрят мультики. Да. Дашу путешественницу, Антоша ее любит, да, Антош? Антош, ты любишь? Да, только эту новую, ту старую уже нету. Уже ту старую не любишь? А я старую не любишь. Любишь? А я вот еще сейчас варю овсяную кашку, Григория, на завтрак. Сладенькую мы любим, да, Гриш? Да, и ты тоже будешь. Ммм, посмотрим. И готов. Пошли? Всем пока. Угу, ты куда, в садик? Да. Бегать по лыжам. Не надо бегать по лыжам. Пошли. Бери. А как? Сегодня вторник, папа повезет мусор. А? Папа повезет мусор выставлять, дорогие. Антош, пока? Все, Антоха в садик. Папа на работу. Я вас люблю. А-да-да-да. Степаша приехал, уже накосил вот петрушечки. Еще сейчас и мне коробочку. Я сейчас пойду вязать петрушку, пока мамы с папой нету. Степа косит серпом. Вот такая вот овчанка у Григория. Сейчас остынет, да, наверное? Да. Ну, немного уже остынет. Да? Да. Мамуля с папуля уже приехали. Морковку они. Рвут. Будем мыть и вязать сегодня тоже опять. Степаша, там еще укроп. Я сейчас возьму петрушку и пойду уже вязать петрушку. Привет. Ну что, у нас уже 10 часов. Мы вяжем морковку. Григорий пошел подъесть. Утку я сварила. Сейчас еще чуть-чуть повяжем, и я пойду варить борщ. Петрушки я уже повязала. Мамуля морковку тоже. Папуля собирает, да? Это ты что, что-то там новое купил, да, за 800 рублей? Я пойду картошку тогда попробую. Я сейчас пришла, буду первый раз в жизни копать картошку сама. Представляете, дожила до 29 лет. Еще ни разу не копала. Сейчас у меня тут только лопату, а вот она лежит. В общем, пойду копать, пошлите. В общем, вот картошка. Сейчас буду пробовать копать. Да, она тут, конечно, уже поспела. Вот картошка тут. Буду выбирать. Сейчас покажу, сколько тут будет с кустика. Картошка такая вот выросла. Сейчас всю выберу. Вот столько вот картошек с кустика у меня получилось. Сейчас, в общем, еще пару кустиков выкопаю. Пойдем варить борщ с молодой картошкой. Накопала я картошки. Чуть больше, чем полведерка. И красная там, и желтая, все вперемешку. А Григошка тут ел мясо, да, Гриша? Да, сама посмотрела. Ага, утиную грудку, Гриша. Мы сварили целую вот такую маленькую уточку. Гриша ел мясо, да? Вкусное, сынок, башка Галя передалась, девушка, Леша? А? Вкусное мясо? Ну да, очень. Сама вот попробую. Ну, сейчас я пойду за перчиком болгарским. Ну, сейчас попробую, давай. Ну, давай, а то у меня руки грязные. Вкусное. Ммм, очень мягкая, вкусная, да? Она сочная. Обалденный борщ должен получиться, да? Как я уже говорила, обожаю ходить собирать борщ на грядке. Свеклу папа уже мне приносил, морковка есть. Теперь я иду за болгарским перчиком. Мама сказала, что там уже вырос маленький, можно вырвать для борщика. Идем искать перчик. Пока ничего не видно. А, вот есть, да, тут есть несколько перчинок уже. Буду рвать перчик. Я вообще обожаю болгарский перчик. Вот такой вот вырос. Ой, сейчас я его сломаю. Вот так вот аккуратненько. Вот такой вот. И еще один вот тут вот есть. И еще одна перчинка. Обожаю. У нас все и фаршированный перец. Мы вообще это все дело любим, конечно, очень. Завел папуля мат, облак. Все закрутилось. Слава богу, вот он же сколько там, два или три дня стоял не сделанный. Завелось, завелось. Рады. Так, ну что, я уже все приготовила сегодня. Вернее, картошка уже варится в бульоне. А мне что-то сегодня захотела сделать небольшую поджарочку. В общем, все порезала. Сейчас буду все это поджаривать. Боже, я сейчас смотрела новости и знала. Но вообще, Сержуня мне, мама, вернее, первая сказала, что не стала Жанны Фриске. И Сержуня мне звонил, сказал. Но я сейчас посмотрела новости. Боже, это так страшно вообще. Двухлетний сынок у нее остался. Честно, прям вообще. У меня аж мурашки по коже, когда это все говорили по новостям. Очень жаль, честно. Это, мне кажется, целая эпоха. Жанна Фриске, блестящая. Кто тут приполз? Кто тут проснулся и приполз? Афонька. И хочет у тебя пульт украсть. Хочет у меня пульт забрать? Ку-ку. Так, ну все, я буду включать свое, мама. Ты будешь включать свое, Афонька? Не плачь, иди гуляй с Гришей. Ну так, ну что, вот мне бурщик. Сейчас забыла, как удалось вырвать штучка. Порезала зелень. Сейчас какая-то все варится, мы с ним как бегаем по чеснучкам. Вырвала я два чеснока, честно, еле вырвала. Земля-то такая сухая. Хотя недавно был прям лёжь. Тут даже вот трещинки. Пошла варить дальше борщик. Самый голодный человек просит есть. Просит есть. У нас сегодня надо борщ. Да, Гриша, что еще у нас? Уточка. Гриша уже тут грудинку, грудку вернее съел. И композик. Наш вчера сваренный. Сваренный. Да, Фусь? Все, всем приятного аппетита. Будем есть наш молодой борщик. Вкусно, как? А почему он молодой? Потому что там все молодое. Картошка молодая, морковка, свекла, капуста. В общем, все. И ушка молодая. Приятного аппетита? Приятно. Выехали мы сейчас с Григорием и с Ваникой в магазин. И тут хотим им покатать нашу пшеничку. Смотрите, какая желтая, обалденно красивая. Очень. Очень красивая. Золотая, да? Да. Вот отсюда прям лучше видно, да? Да. Тут золотая. Выехали мы сейчас в игрушечный магазин. Тут у нас новый вот здесь открылся. Раньше тут были шмотки, а теперь игрушки. Вышли мы из магазина, Гриш. Скажи, что тебе понравилось? Нет, там ничего. Мне в этом магазине не уютно. Не уютно? И мы пошли ехали. Поедем сейчас в другой, да? Да. Мусорка как раз едет за нашим мусором. А мы сейчас в весеннюю за нашими любимыми памперсами. Приехали мы сейчас в домовой, да, Гриш? Посмотреть велики. Покажи, какой тебе нравится. Вот этот самый большой. Ну, а потом еще в другие магазины заедем посмотреть. Ну, вообще классный, по-моему, гоночный, да? Все, пошли с подножкой. Да, привет. А мы смотрим. Лук тебе понравился. А мне вот эта штуковина понравилась. Пирожки в следующий раз, да? А сколько вот эта штуковина-то, скажи? 15,80. 15,80. Ну, очень крутая штука. Да, отлично. Покажи, сынок, что ты там выбрал. Гриша выбрал вот такой вот набор резиночек, да? Со станком. Будет пробовать, да, сынок? Вот наша гора покупок. Сейчас все покажем. Так, ну что, вот это панцирсы. 11 штучек я купила. Либера. Пятерочки. 27 рублей у нас штука стоит. Ну, трусиками, которые сделаны. Кто там ползет? Ну, кто тут? Ну, иди, иди к маме. Иди, будем сейчас смотреть. Иди, вместе. Так, еще я купила два пакетика вот таких вот шоколадных пряночков. И кубаночка. Там это моя паста. 95 рублей пол-литра. А вот эта? Ну, еще берет. Так, еще две капусты. Мне что-то захотелось потушить капусту. И поэтому хочется... Ну, думаю, что одну потушим. Вот эту поменьше. Или поменьше. В общем, какая-то останется. Так, еще ясно-солнышко. А сейчас я на хлопья варить 5 минут. Григорию будем варить, пока он болеет. Так, звездочки. Такие вот для супчика. Очень, мне кажется, прикольные. Америя. Так, фрикадельки куриные. Вот здесь вот по составу ее парасетей вообще нету. Или грудки. Яйцо, мясо, свинины, соль, перец, молотый лук. И даже без ее парасетей. Фарш свиноговяжий тоже без ее парасетей. При создании этого фарша ни одна свинья с говядиной не пострадала. Ты обманываешь. И колбаски деликатесные. Натуральные оболочки. И свинины, и куриные грудки. Еще Григорию обычных майя, которые у него уже не жил. Так, еще один свиноговяжий фарш. Курочка вот такая вот в таком вот маринаде. Да, Понь? Скажи, да? И еще маринованные куриные, как лопатки такие. Чупа-чупсики тоже маленькие. И курочка. Одна штука. В общем, вот такие покупки. Еще Гришке же резиночки. В общем, есть нечего. Есть нечего. А ну вставай, топ-топ. А ну вставай, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так, ну что, конька заслуг. А сейчас у нас 2.30. И мы с Григорием готовим наш ужин. А у нас на ужин вот такие вот куриные. Куриные. Шевелим, шевелим. Чтобы ничего не пригорело. Там еще несколько ступиков. Вот, смешивляйтесь. В общем, это все нужно теперь обжаривать. И будем в такой томатный соус с фрикадельками. А в этой кастрюнке будем варить спагетти. У нас макпа. В общем, спагетти с фрикадельками будут. В томатном соусе. Так, ну что, посмотрите. Вот у меня уже такая поджарочка. Здесь фрикаделька, лук, морковочка и чесночок. Сейчас сюда будем добавлять и томаты, томатную пасту. И спагетти наши уже варятся. Что-нибудь не знаю, куда что. Скорее всего, что пагетти в сковородку. Пагетти в сковородку, если все поместится. Нет, значит, туда вот фрикадельки с соусом, с томатным. Ну что, все готово. Целая каша-бяша у меня в сковородке. Но я вообще люблю, когда спагетти пропитаны вот таким вот томатным соусом. Григошек нудится, не знает, чем заняться. Реши, что ты там делаешь? Родня уже. Укропчик, это мне? Да, да, да. Пошли. Мамушка уже ко мне вот так. Ага. Мамушка приезжал. Приезжал, да. Вы, вы видели, что я там сплю? Мне же новый набор купили. Аж набор. Гришуля понес бабуле телефон. Девушка Леня звонила про морковку. Вот я сейчас вижу укроп. А бабушка с дедушкой морковку рвут. Сейчас будет мыть. Мама, мама, любовь на свете. Это мама. Что? Много еще я могу повторить. Мама, она, любовь на свете. Это мама. Мама, она, любовь на свете. Это мама. Сейчас выпадет. Не выпало? Покажи, что там у тебя. Уже ты, фрикаделечки. Спагетти вкусно? Или ты еще не пробовал? Я еще даже не на них. Ну давай, ешь и расскажешь, хорошо? Крикаделечки. Какой вкус. Да. Этот вопрос волнует нашего президента России. Он поручил... Меня это волнует. Ты это волнует? Мы смотрим на нашей взятой студии. Пытаемся найти отец вопросов. Много версий прозвучало. Давайте посмотрим причины роста кондиционной смертности. Какие назвал... Кришка! Как цветы. Спагетти как цветы, а фрикадельки. Фрикадельки как прожаренная рыба на костыле. Ну, будешь доедать, да? Угу. Ну, рыба... Еще бы морковки добавить. Я туда же добавляла. Просто не набрал, наверное. Гриша сам себе накладывал. Зай, ну я же тебя как учила кушать. Ну что вот это за хрюшка маленькая? Вкуснотища. Сунов нет. Вот прям слов нет. Давай, Гришка. Ты тоже артист. Потом умыться сходишь, ладно? А? Умыться сходишь? Угу. Афонечка проснулся. Он уже счастлив. Дедуля увидел. Да, Афонечка? Дедушка, ты хоть за целый день дедушка бы взял на руки, да? Маля. Да. Мы здесь задержимся. Все это должно стать нашим. А мы с бабулей укропчик, да? Потом нам морковку? Угу. Да, папа, у меня сейчас еще пойдет уголка, морковка. Все тут у нас начало капать дождик, поэтому все тут сидят под навесом. Мы сейчас смотрим, что такое. Гриш, ну покатай его. Гриш, ему так не нравится сидеть, покатай его. Это одна из самых сексуальных, одна из самых сексуальных, одна из самых сексуальных. А мы сейчас смотрим программу, не знаю, как называется, Гордон про Жанну Фриске. Так быстро вообще снимаются передачи, знаете, только утром новости о том, что не стало Жанны Фриске. И тут уже сразу передача, и тут уже сразу передача, буквально вот сколько, сейчас 5 часов. Вообще, насколько эта индустрия быстро работает, сколько это все явно, это же, ну не прям про мой эфир, но насколько это все быстро собирается, насколько это все быстро делается, прям я не знаю. Если честно, интересно очень, несмотря на то, что это не при жизни, но интересно очень послушать. Нет! Нет! Огонька! Нет! Да! 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 Нет! Нет! Да! Нет! Да! Нет! Да! Нет! Да! Нет! Да! Молодей и крючками! Угу. Ну что, к нам сейчас должен приехать кран, вон он уже, кстати, приехал, и это. И плиты сейчас привезут нам, и мы будем переносить гараж туда, на гараж. А у нас как раз дождь пошел. Сейчас плиты должны уже заехать. Вот этот вот гараж будет переноситься, и здесь будет строиться другое здание. Так рада вот это, мы очень долго этого ждали. Плит, боже! Кран уже приехал, ведь Саша вот уже заехал на землю. Ага, вон он. А вы смотрите свои старые фигуры. Почему? Не вижу меня себя на экране, я не нравлюсь, я себе не нравлюсь. Иногда вот... Вот, 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 ничего. Вот трактор нам плиты висит. Боже, как трудно быть трактористом, да, мам? Такой длинной тележки. Ура! Надо попасть! А-а-а! Да, это точно. Боже, как трудно где-то в фигню ехать. Дядечки. Прекстрелись. Там уже где-то Саша, стрелу своей мамы выкинул. Стрелу уже выкинул кран. Саша, где-то Саша. Трактор туда-сюда крутится. Я вышла под зонтиком, потому что тут дождик капает у нас. И сейчас будет подымать нам. Видите, ставится. Дождик капает. 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 А потом еще и гараж переносить. Все, уже плиты положили. Теперь сейчас будет гараж. Ставить на этот трактор. И перевозить бабуль-то, рада? Скажи мне. Взять зятя, хоть рада? Взять зятя. Ну, я же буду в ванной, будем в ванной. Ура! Сейчас будет зацеплять как-то там его, да, за тросик. Ага, теперь дядя Саша свою стрелу должен сюда пригнать. Дядя Саша, мой, он приехал. Сейчас будут уже поднимать. Там тросиками как-то зацепили. Я надеюсь, оно там не гэппится. Ай, его там изнутри, да? И что, и этого, что ли, сейчас будут поднимать? Или этот сейчас слезет, наверное, да? Она, в общем-то, такая предприимчивая была дама. Она открыла кабачок. Красный кабачок. Перемод пассердовый. Боже, мамура. А, он сейчас слезет, слезет. Мама уже поднимает, поднимает. Отрывается? Он открывается, а не отрывается. А, мам, оторвался от земли. И этот у нас ест еще черешню. Вкусные, как раз же они там поспели, да? Мама, ты орвалась от земли. Гараж. Ты рада, мам? Да, Вера, давай. Давай. Ура! Ура! Ой. А, он же теперь... А, он там в каких-то даже вам там колышки в нем. Гля, 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 сейчас его нужно выше этого поднять. Нашего. Заходит? Проходит. Чтоб же не снести в нашу мастерскую раньше времени. Да, гля, как он в небо. Ух ты. Летающий гараж. Ой, божечки, мама, гля, на нас прямо. Божечки, это ж нужно деть Саше как прицелиться, да? Все, мама опускает. Все, мама опускает. Как же теперь им нужно вместе ехать? Да? Как же сейчас? Я выходила в сторону, я не знаю, все. Конечно, хочется. Да и как это? Теперь нужно как-то залезть и его же открепить. А, сейчас вот этот тракторист полезет, а вот этот дядя сейчас полезет, открепит. Но, зная о ваших немецких кормятах, зная о том, что вы испытываете большое удовольствие от старинных кашей, мы подумали, что вот этот предмет может стать красивым кашей. Мокрые уже все, потому что дождь. Сейчас уже поедут туда ставить гараж. Дождик пошел-то прям неплохой. Сейчас это все отъедет, и я поеду за Антошиком. Потому что Антошика Сиджуня точно не успеет забрать. А я сейчас поеду забирать. Надя, вы видите? Дождь у нас, да? Да. Ну, рассказывай, что ты сегодня самый последний, да? Да. Телси. Ага. И ты остался самый последний, да? Да. Ясно. А сейчас мы разговаривали с Ириной Васильевной, и она сказала такие новости, просто я не знаю. Что значит в садике, вот 1 июля будет 50 лет садик, в который ходят вот Гриша, Антоша. И что значится? И нужно выбрать какой-то режиссер у нас сейчас в Доме культуры. И этот режиссер, который будет, то есть праздник будет в Доме культуры проходить. Этот режиссер попросил, Вадик будет петь, да, я же рассказываю. Этот режиссер попросил выбрать семью, которая ходила раньше в садик, и которая ходит сейчас. В общем, решили выбрать нашу семью. Это потому что ходили я, Степа, Настя, Вадик. Вашка Таня там работала, папа мой работал. И что сейчас наши детки сюда ходят в садик. В общем, решили выбрать нашу семью для примера. И нам нужно там, наверное, будет сказать какие-то слова по желанию садику. И что еще хотела сказать? И Вадика попросят спеть какую-то песню, в общем, какой-то музыкальный номер. Поэтому очень классно, я надеюсь, что Вадик будет рад этому. Позвоним ему сегодня и старше. Мам, я тоже пойду. И ты пойдешь? Гриша тоже будет выступать. И я выступаю. Я не знаю, младшая группа будет выступать или нет? Или только старшая, наверное, да? Завтра прошу. Бывая часть у нас. На Антошу завтра спросит, да? Ну все, сейчас мы едем домой. Там у нас работа кипит. Я думаю, что даже уже и гараж перенесли. Антош, там уже гараж переносит. Где? Дома у нас. Дома? Кран приехал, подъемный кран. Он уже уехал? Ну не знаю, наверное, уже уехал. Он сейчас посмотрит. В общем, все, мы едем домой, проверяйте работу. Что? Ну скажи тогда. Ээээ, я? А я буду купаться? Я ж не знаю, сыночек. Скажи, я буду. Ну смотреть будет, давай. Мы с Антохой теперь идем смотреть, где же был у нас гараж. Сынок, где Соня кушала? Где это все было? Расскажи мне. Ну и что? И где сейчас этот гараж? Там. Где там? Ты видишь его? Да. Да, вот отсюда вот все убрали, да? Да. Тут теперь у нас такая, как площадка, да, получилась? Да. И вон там вот у нас... Ну пошли сейчас в комнату, а потом дождь перестанет. Посмотрите, помните, дождь какая-то. Ага. А там. Вот этот гаражик. Туда его поставили. Потом пойдем посмотрим. Ходили, просили всех. Запишите на скалку. А там бабуля выпишет. Мне там обузы. Дома в долю. А там под надерти дали и все. И грязите на землю. И не обиделись, и больше не пошли. А ты один день пошел, да? Дома в долю. Хоть три обузы. А теперь вообще не дают. Пап там арбузы. Ну вкусно хоть расскажи. Да. Понравилось? Я потом вечно. Ну какую улицу там дождь? Я там вечно. Хорошо. Ну что, вот наш ужин. Всем приятного аппетита. Здесь видно хоть сплагетти, крикадельки. Ну что, мы сейчас пошли повалялись. А вот, а дождик до сих пор капает. Сижу, я куда-то, по-моему, поехал на мотоцикле. Выгулял уже Женевку. Я даже не выходила, потому что дождь. Ну да, Сижу, я куда-то уехал. Антоша распечатывает раскраску, да, Антош? По фоне. Вот фоне. Ух ты, какая красивая. Ты сам это их нашел? Да. По фоне нельзя. Сиди. Вот такие. Угу. А так, как вы качали, я еще буду печатать хоть. Да, только потом, ладно? Ты эту разукрась, хорошо? А только я его качаю. Угу. Ты когда эту красиво раскрасишь, хорошо? Двое. Угу. Угу. Их зовут Булка, Пинки, Фусы, Киды и Кичи. Угу. Ты сам это придумал? Да. Угу. Да. Не кричи, Гриша спит. А Гришка, кстати, заснул, да, в своей комнате? Да. Угу. 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 Получаешь? Я сейчас поставлю. Афаня. Да. Нет. Нет? Или да? Нельзя. Нельзя. Фломастера. Фломастера? Угу. Конка то. Кто их? Мама. Мама. Наса... Моя одежда. Угу. НЕТ. Нет. Хорошо, давай садись и разукрашиваю, ладно? Буду надеть Апоню О, Апонька! Ребята, а что вы там делаете? Гриша там сам уже накладывает, да, Гриш? Вова-то! Ай, деду, это, деду скажу, что она подожжена в робота Ух ты, класс! А мне сделай? Я хочу! Мне сделай? Ты тоже хочешь кольцо? А, тебе кольцо? У меня тут два салата твои любимые Сейчас я там как раз лежусь Привет! Привет! Мам! Кто там? Тетя Аниси! Тетя Аниси? Алло, тетя Аниси! Всем пока, Антош? Пока! Вот так вот хочу показать вам Примерно минут сорок разговора с тетей Аней выглядят Вот такой вот порядок Афоня нам навел Ну все, на сегодня все Увидимся завтра Сказать ты хочешь? Скажи Будешь говорить? Я не А Антошка, он обижен на маму Потому что мама мне разрешила сделать прическу Да? В общем, на сегодня все Всем до завтра И пока-пока! Пока-пока!